Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! У меня было уже два видео про витамины К1 и К2, и ссылки я вам оставлю под этим видео. А сегодня видео короткое и очень информативное. И этой информации не было почти нигде в совокупности, вы этого точно не знали. И потому не понимали до сего дня значимость этого витамина, а знать это необходимо всем, кто хочет быть здоровым человеком. И вот почему. Сейчас вы узнаете, почему именно в сосудах появляются холестериновые бляшки, что является основной причиной смерти от инфарктов. И как этого избежать именно благодаря витамину К2? Почему одного витамина Д3 недостаточно для здоровья костной ткани и защиты от остеопороза и перелома шейки бедра, от чего многие старики впоследствии умирают? А вы знали, что 40% всех переломов это дефицит витамина К2? Почему прием витамина К2 это фундамент здоровья ребенка во взрослой жизни? Узнаете, как проявляется дефицит витамина К2, и при чем тут геморрагический синдром? Я уверен, что вы слышали, что такое геморрагический инсульт. А также в чем отличие витамина К1 от витамина К2? И какой именно витамин К2 лучше всего использовать? И почему именно МК7? И именно липосомальную форму? Чем опасен дефицит К2 для беременных и новорожденных? И многое-многое другое. Слушайте предельно внимательно. Большинство людей знает, что для здоровья нам необходимо ежедневно принимать витамины А, В, С, Д, Е. Но мало кто знает, что витамин К, а точнее витамин К2 в виде минохинона 7, МХ7, регулирует гомеостаз человека, то есть создает постоянство внутренней среды организма, то есть систему комплексной саморегуляции всех внутренних процессов и реакций, эффективно управляя нашим здоровьем. Витамин К2 это жирорастворимый витамин, который в том числе необходим для осуществления свертывания крови и минерализации костной ткани. Но не только для этого. Все по порядку, слушайте внимательно, пересмотрите потом, советую, законспектировав. Сделайте себе важную шпаргалку на всю жизнь. Итак, вначале про кальций и костную ткань. Витамин К2, а именно форма минохинона МК7, необходим для нормализации кальциевого обмена, построения здоровой костной ткани, в том числе зубной, естественно, и поддержания эластичности сосудов, для уменьшения жесткости артерии и снижения риска развития атеросклероза. Еще раз делаю акцент. Именно форма МК7 является единственным клинически испытанным витамином К2 в форме минохинона 7, который обеспечивает правильный метаболизм кальций и клинически доказанную эффективность. Именно на такой витамин К2 я оставлю ссылку под этим видео. Пару слов про метаболизм костной ткани, это вам надо знать. Нарушение метаболизма костной ткани характеризуется снижением минеральной плотности костей, в результате чего кости становятся хрупкими, повышается частота переломов. Падение и переломы вследствие нарушения метаболизма костей – это растущая проблема по мере старения населения планеты. В действительности, треть смертей, связанных с падениями, происходит из-за нарушения метаболизма костей. Вспомните хотя бы про перелом шейки бедра, насколько это большая проблема, особенно в возрасте. Но не только. 40% переломов по всему миру вследствие нарушения метаболизма костной ткани происходят у людей работоспособного возраста, еще не старых людей. Витамин К2 играет центральную роль в метаболизме кальция – основного минерала, содержащегося в костях и зубах. Дело в том, что он активирует действие двух важных белков – матриксного белка GLA и остеокальцина, которые помогают строить и поддерживать скелет. Не раз в своих лекциях я уже говорил, что витамин D3, он как бы проводит, депонирует кальций в костную ткань, а витамин К2 не дает этому кальцию выйти, вымыться. Он его удерживает, тем самым костная ткань становится и остается прочной. А потеря прочности – это потеря кальция, это дефицит витамина К2. Хочу вам напомнить и прошу поделиться этим моим видео с вашими знакомыми и близкими. Разместите его в соцсетях, которыми вы пользуетесь, не поленитесь. Этим самым вы и отблагодарите меня за важную информацию, которую я вам даю, за мой труд, и сделаете хорошее дело людям, подсказав им посмотреть очень важную информацию. Трехлетнее исследование, ссылку на которую я оставлю, проведенное с участием 244 женщин в постменопаузе, это очень важный аспект, показало, что у тех, кто принимал добавки витамина К2, наблюдалось гораздо более медленное снижение возрастной минеральной плотности костной ткани, то есть она сохраняла свою прочность. Но уж точно мало кто знает, что витамин К2 предотвращает образование кальциевых бляшек. Помните, что такое холестериновые бляшки из моих лекций? Это, по сути говоря, упрощенно смесь определенного холестерина и кальция. Кальция является как бы армирующим каркасом. Не будь кальция, не было бы проблем с закреплением холестерина в сосудах. И мы плавно переходим к этой очень важной второй теме витамин К и здоровье сосудов и сердца. Когда кальция откладывается в артериях, они становятся жесткими. Кровообращение по сосудам нарушается, повышается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Однако, отложение кальция это вовсе не побочный продукт старения. Если бы организму хватало витамина К2 для активации GLA, белка матрикса, MGP, можно было бы остановить кальцинацию и защитить сердце и сосуды. И у вас есть такая возможность? У всех людей она бы была, если бы люди об этом знали. Но теперь вы об этом знаете. Идем дальше. Причины возникновения сердечно-сосудистых заболеваний кроются во многом в осаждении кальция в артериях. И мягких тканях. При отсутствии или при недостаточном количестве витамина К2, а из современной пищи вы всегда будете испытывать дефицит витамина К2, тем больше происходит кальцификация сосудов. И повышается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. А ведь они являются главной причиной смертности населения в современном мире, разделяя эту проблему разве что с разной формой онкологии. И, кстати, были исследования, которые показали и доказали, что витамин К2 гораздо эффективнее, чем витамин К1, уменьшают отложение кальция и снижают риск сердечных заболеваний. Тут самое время кратко пояснить про отличие витамина К1 от витамина К2. И, кстати, это будет тест для врачей, когда вы, пациенты, можете сами понять, насколько уровень образования знаний данного врача высок или низок. Витамин К – это условное обозначение, потому что витамин К – это группа витаминов, которая состоит из двух витаминов. Витамина К1 – филохинона, и витамина К2 – менохинона. Витамин К1 содержится в растениях, и его много там, где много зелени. То есть в укропе, петрушке, кинзе и так далее, и так далее. Очень много в проростках, очень много в брокколи. Ну, об этом я уже рассказывал в других своих лекциях. А вот витамин К2 есть в продуктах животного происхождения, и не только. Он еще синтезируется нашей кишечной микрофлорой, симбиотической. Если, конечно, эта микрофлора здорова, если у вас нет Сибра, синдрома избыточного бактериального роста, нет синдрома дырявого кишечника, нет дисбактериозных состояний, то есть кишечных расстройств. А у кого есть, синтез этого витамина сведен к нулю, или усвоение его сведено к нулю. И оттуда дефициты. Витамин К1 и К2 оба работают в печени. Они участвуют в свертывании крови, схожи по химическому строению. Оба содержат кольцо хинона, которое называется менодион. Но на этом их сходство заканчивается. И вот витамин К2 включает несколько молекул, менохинонов, благодаря которым он может действовать не только в печени, но и в других системах организма. Говоря проще, витамин К2 может то, чего не может витамин К1. Кроме того, существует несколько форм витамина К2. И это тоже вам предельно важно знать. Послушайте, почему. Две наиболее распространенные формы витамина К2, используемые в качестве пищевых добавок разными производителями, это К2 в виде МК4, менохинона 4 и К2 в виде МК7, менохинона 7. Однако именно менохинон 7 гораздо дольше сохраняет свою активность, и его дозировка ниже, и поэтому его принимать можно реже. Очень важно понять и усвоить, что можно годами жить и не знать о том, что ваш организм нуждается в этом витамине. Мало кто знает, что около 60% населения в наше время испытывают острый дефицит витамина К2. Подведем итог. Что происходит, если витамина К2 в организме недостаточно? Снижается минеральная плотность костей, нарушается осанка. Появляются костные, суставные боли и постепенно остеопороз. Возрастает риск инсультов, инфарктов и других сердечно-сосудистых заболеваний. Возможно кровотечение из носа, кровоточивость десен, хотя это больше характерно для дефицита витамина К1, то есть для тех, кто не ест зелень. И повышается склонность к образованию синяков, которые очень долго не проходят. Следы от порезов, ушибов ссадин остаются видны долго. Заподозрить нехватку витамина К в организме позволяет геморрагический синдром, который проявляется в виде носовых и желудочных кровотечений, подкожных и внутрикожных кровозлияний. Этот дефицит переводит к гиповитаминозу, состоянию, при котором повышается усталость, снижается аппетит и появляется сонливость. А сейчас я развенчаю миф о том, что витамин К2 якобы нужен только пожилым людям, так как дефицит витамина К2 опасен только в пожилом возрасте. Это неправда. А правда заключается в том, что дефицит витамина К2 наиболее опасен как раз для новорожденных, поскольку их кости интенсивно растут, это же так очевидно. Новорожденные склонны к дефициту витамина К именно из-за низкого содержания витамина К в грудном молоке матерей. В лучшем случае 2,5 микрограмма на литр. Почему? А именно из-за стерильности кишечника в течение первых нескольких дней жизни, когда витамин К2 еще практически усвоится, не может. А если дети получают недостаточное количество витамина К2, у них не будет заложен прочный фундамент для здоровья костной ткани и сердечно-сосудистой системы. Этому свидетельствует исследование, в котором дети с низким уровнем витамина К2 имеют больший риск переломов. Более того, у здоровых людей, принимающих витамин К2, состояние сердечно-сосудистой системы значительно лучше, артерии эластичнее, и потому возможность кровоизлияния, геморрагических инсультов практически ноль. Это подтверждают и результаты регулярных трехлетних исследований на здоровых женщинах в постменопаузе. К сожалению, даже при условно-относительно правильном питании мы не получаем достаточное количество витамина К2 из продуктов питания для достижения необходимого баланса. И это большая проблема современного мира, о чем свидетельствуют абсолютно точные те или иные проблемы, диагнозы и болезни, о которых я только что вам рассказывал. Ну а теперь о уникальной возможности, которая у вас теперь есть, у моих зрителей. Дело в том, что есть одна компания на свете, на планете. В Норвегии она находится. Называется NatoFarma. Она является мировым лидером по исследованиям и разработке натурального витамина К2. И единственным, внимание, единственным, это просто факт, международным поставщиком витамина К2 в форме МК7 с клинически полностью доказанной эффективностью. Итак, этот уникальный продукт, это сырье, прошло более 20 клинических исследований, подтверждающих ее эффективность и безопасность, включая, например, непрерывные клинические исследования эффективности на людях, проверка частоты состава К2 с частотой до 98%, подтверждение абсолютной безопасности, соответствующее всем требованиям, в том числе и по веганскому питанию, и абсолютная гарантированная натуральность без биологически неактивных цис-изомеров. Итак, Мена К7 – это единственный клинически опробированный витамин К2 в виде МК7, который способен укрепить ваше здоровье, костной ткани, сердечно-сосудистой системы и всего того, о чем я вам говорил выше. Это комплексная поддержка здоровья костной системы, сердца, эластичности сосудов. Это поддержка здоровья нервной системы, активной мозговой деятельности. Кстати, витамин К2 повышает чувствительность тканей к инсулину тем самым, защищает от инсулинорезистентности. Под этим видео, по ссылке в самом верху, будет первая ссылка на этот препарат, витамина К2, в липосомальной форме. Сейчас вы еще поймете, что это такое, кто не знает. Немного про сам препарат. Вот эта форма МК7, витамина К2, уже попадая в Россию, на уникальном оборудовании, по запатентованной технологии, оборачивается, буквально каждая молекула, в липосомальную форму, такую защитную жировую мембрану, которая позволяет в полном, стопроцентном своем составе, в неразрушенном виде от попадания, там, скажем, соляную кислоту желудка, и далее пройдя через кишечник, полностью всасываясь в кровь, попадает во все клетки нашего организма, где не только отдает этот сохраненный, полностью активный витамин К2 в клетку для ее нужд, но и свою фосфолипидную оболочку отдает для нужд построения, соответственно, жировых мембран клеток. Вот в чем уникальность этой липосомальной технологии, но сейчас вы о ней чуть подробнее узнаете. Кстати, у данного препарата очень удобная форма приема. Это капли, это малый объем, удобно носить с собой. Это жидкая форма приема в малом объеме, в виде концентрата. Это маленькие бутылочки с пипетками. Что же касается состава, рекомендованной схеме приема от грудных детей, подчеркиваю, до взрослых людей, вы можете прочесть в описании под этим товаром, ссылку на который я вам оставлю под этим видео. Что такое липосомальная форма донесения до клетки того или иного вещества, я рассказывал в своем видео про вещество, пигмент, антиоксидант астаксантин. Вы его обязательно потом посмотрите. Ну вот послушайте, что такое липосомальная форма. Вы, конечно, слышали из моих лекций, в том числе, что такое хилатная форма, скажем, того или иного минерала, да? Но, оказывается, есть форма более биодоступная. И вот в чем тут суть. Каждая живая клетка окружена защитной мембраной, которая обеспечивает необходимый, ну скажем так, микроклимат, играет активную роль в поддержании ее жизнедеятельности. Эта защитная мембрана еще контролирует потоки веществ в клетку и из нее в межклеточное пространство. Клеточная мембрана это сложная, высокоорганизованная двухмерная система, состоящая главным образом из липидов и белков. А структурную основу мембраны составляет двойной слой липидов, в котором погружены белки. Липосома это некая полая сферическая наночастица, внутри которой заложены активные вещества. В данном случае витамин К2, но сразу скажу, есть еще в этой линейке уникальных препаратов и другие вещества, легко и в полной мере доносимые и на 100% усваиваемые клеткой, например, цинк с витамином С, коэнзим К10, уникальный антиоксидант астексантин, витамин Д3. Линейка обязательно будет расширяться. Посмотрите этот раздел, ссылку на него я оставлю вам под этим видео. Липосомы работают как нанокапсулы, которые защищают витамины от разрушения на всех этапах пищеварения, главным образом в желудке, а далее в кишечнике. И вот они доставляют это любое активное вещество прямо в клетку для моментального всасывания там. А оболочка липосомы полностью идентична мембране клеток человека, и состоит она из фосфолипидов, а это 100% натуральные компоненты, благодаря чему исключается токсическая нагрузка и на печень, и на почки. Более того, дорогие друзья, положительный процесс, еще один есть здесь. Фосфолипиды из липосом встраиваются в поврежденную свободными радикалами структуру клетки, восстанавливая ее защитные функции. То есть и сами эти нанооболочки очень полезны. Фосфолипиды. Ну а теперь послушайте в завершении буквально две минуты, как вы можете приобрести этот и другие наши товары и получить его в любой точке мира. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт надгар.ру, посмотрите хотя бы два раздела отзывы и новинки. Ну а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары вы можете заказать на нашем сайте, и мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе доставка и оплата. Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био-зерну и муке с молотой на каменных жерновах. Я открыл еще один канал на Ютубе для рубрики ответы на вопросы и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня Ютуб-канал специально по продуктам. Там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет, измеряйте среду обитания, ну где вы живете и работаете, на радон, радиацию, электромагнитное излучение и себя на отсутствие опухолей. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на все это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее, под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на телеграм-канал, который дублирует YouTube. Мало ли что с YouTube будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео. Всего хорошего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok